Всем привет-привет, мои дорогие, любимые, драгоценные подписчики, гости моего канала! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream! Сегодня 31 декабря 2020 года, и я хочу сделать для вас расклад на тему «Что унесет старый год и что принесет в нашу жизнь новый год?» Давайте посмотрим подсказки, я хочу сказать, что это больше как подсказки будет выглядеть, от Карта Ром, какие энергии уйдут из нашей жизни, и мы скажем спасибо за то, что вы были у нас, но уже все, достаточно, уходите в прошлое, и какие энергии придут им на смену. И, конечно, возьмем еще по подсказочке от Ангелов-Хранителей, для того, чтобы посмотреть, что важно для нас будет именно в этом году, 2021 году. Пока подготавливаю колоду, напоминаю, что по всем вопросам обучения обращаемся на WhatsApp, ссылочка на WhatsApp находится под каждым видео, пишите, пожалуйста, сообщение обучения большими буквами, я обязательно вам отвечу. И я благодарю вас, мои дорогие, за то, что весь этот год вы были со мной, дарили мне вашу теплую энергетику, ваши лайки, ваши великолепные комментарии, ваши донаты, которыми вы поддерживаете мой канал, и благодарите меня за мою работу. Низкий вам поклон, мои дорогие, я вас очень люблю, и надеюсь, что в следующем году вы тоже будете со мной. Целую вас всех. Итак, задумывайте, пожалуйста, ваш вариант, полагайтесь на свою интуицию, слишком долго не думайте, потому что то, что пришло в голову первое, то и будет правильным вариантом. Так, задумывайте свой вариант. Я сейчас вытащу еще по подсказочке из ангельской колоды. Так, вариант номер один, номер два, три и четыре. Ну все, мои дорогие, я надеюсь, вы уже сделали свой выбор. Если вам нужно еще время для того, чтобы определиться, дополнительное время, ставьте, пожалуйста, видео на паузу. А мы будем начинать. Итак, эта карта, что заберет старый год, вернее, 2020, а потом мы вытащим еще по карте, что принесет Новый год. Так, первый вариант. Первый вариант. Желтое сердечко. Что заберет старый год? И давайте тогда сразу посмотрим, а что принесет Новый. О, первый вариант. Супер, просто шикарный вариант. Смотрите, в этом году, скорее всего, вам пришлось пережить какие-то сложные моменты. Это моменты в основном эмоционального характера. Были какие-то разочарования, ой, извините, были какие-то разочарования. Четверочка кубков у нас вышла. Видите, как человек здесь сидит и переживательно так как-то, даже страдательно, страдающий, смотрит куда-то вдаль, думает о том, что, возможно, что-то было хорошо до этого, сейчас изменилось, а может быть, кто-то обидел, а может быть, в принципе, какая-то депрессушка пришла, а может быть, вообще, вот, ну, разочарование из-за любой ситуации в жизни могло произойти, поэтому год был для вас, скорее всего, не очень простым. Были, конечно, моменты и хорошие, но были моменты разочарований. И старый год все эти моменты забирает с собой. Ваши эмоциональные провалы, так сказать, ваши слезы, ваши страдания, ваши переживания, ваши сложные вот такие все вещи старый год забирает с собой. Давайте его поблагодарим за то, что было, и отпустим его с легким сердцем. Что принесет Новый год 2021 в вашу жизнь? Аркан Страшный суд. Это аркан кармический, это очень сильный аркан, который говорит о том, что этот год будет очень важным в вашей жизни, он может быть вообще поворотным даже в вашей жизни. Придут очень серьезные изменения, перемены. И перемены эти будут порой у некоторых из вас глобального масштаба, и это хорошие перемены, потому что аркан Страшный суд, это хороший аркан. Я даже не буду дополнительных карт выкладывать, потому что я вижу здесь это так. Но тут еще такой, знаете, момент. Вы будете получать некие такие знаки от Вселенной, как кармические возвраты вам. То есть то, что вы посеяли до этого, сейчас вам будут прилетать результаты. Может быть, вы какое-то дело начали, давно его ведете, и хотите наконец-то получить результат, у вас никак не получается. В этом году вы получите результаты, плоды. Может быть, вы, там, я не знаю, что-то из прошлого может у вас, кстати, появиться. Может быть, какие-то прошлые отношения, может быть, какие-то прошлые увлечения ваши. Это тоже очень часто по аркану Страшный суд отыгрывается. Но в любом случае это будут какие-то важные перемены в вашей жизни. В карьере, в отношениях. Можете встретить нового партнера, либо на вашем горизонте появится кто-то, кто был уже в вашей жизни. Можете начать новый путь, чем-то новым заняться. Это кардинально изменит вашу жизнь, либо произойдут кардинальные изменения в вашей теперешней карьере. В общем, Новый год несет вам огромное количество прекрасных глобальных перемен. То есть, ваша жизнь преобразится, она изменится в 2021 году. Теперь давайте посмотрим на послание от ангелов для вас. Вы достойны. Смотрите, как здорово. И вам идет еще и такое послание. Вы достойны. Знайте, что вы заслуживаете достойной жизни. Это как раз прекраснейшее послание, которое замечательно ассоциируется с вашими картами, которые выпали сейчас на энергетике. Уходящей энергии, да, на позиции уходящих энергий и приходящих энергий. Итак, второй вариант. Белое сердечко. Давайте вытащим, посмотрим, что забирает старый год с собой. И что принесет вашу жизнь Новый год. Что принесет вашу жизнь Новый год. Здорово. Вообще я хочу сказать, что этот год был достаточно важным для вас. Очень многие вещи какие-то скрытые для вас, важные моменты для вас стали ясны. Во-первых. Во-вторых, возможно, вы стали увлекаться той же эзотерикой, раскладами Таро. И это, кстати, повлияло на вашу жизнь положительным, позитивным образом. Также были какие-то вещи, которые были скрыты от вас за завесой неопределенности, либо тайны. И все эти вещи, они уходят сейчас в прошлое. То есть какая-то неясность в вашей жизни, какая-то невыясненность, может быть, там подвисание, зависание какое-то. Необходимо сделать выбор, и вы никак его сделать, допустим, не могли. Либо в отношении вас кто-то должен был сделать выбор. Это уходит в прошлое. Если у вас были тайные отношения, допустим, да? Если вот вы были тайной женщиной, к примеру, у вас были тайные отношения, это тоже уходит в прошлое. В общем, любые загадки, тайны, все это и неясность. Это все уходит вместе со старым годом. Но поблагодарите его, потому что этот год дал вам очень многое. Может быть, вы начали чему-то новому обучаться. Может быть, даже эзотерики начали обучаться и расклады Таро. Ведь вы же не зря смотрите. Поэтому очень много мудрости, на самом деле, этот год принес в вашей жизни. Ему нужно сказать большое спасибо, поблагодарить и отпустить самыми светлыми, прекрасными воспоминаниями. Что же принесет в вашу жизнь Новый год? Аркан влюбленная. Ну, конечно. В первую очередь, это любовь. Взаимную, прекрасную, светлую, замечательную. Ну, уж не будем здесь, конечно, смотреть. Это предыдущий ваш партнер, либо Новый. Почему-то мне хотелось бы, чтобы Новый, потому что настолько светлый, интересный Аркан влюбленный. То, что в отношениях вас ждут разительные перемены. Это старший Аркан. Причем у вас два старших Аркана. Для вас важен и этот год был, который уходит. И Новый год для вас очень важен. Но они по-разному. Если здесь было какое-то недвижение, непродвижение, нерешение, сплошная какая-то неясность была. Загадка, тайна для вас. То здесь все понятно и все ясно. Это Аркан влюбленное. Все будет складываться наилучшим образом для вас. Но, а есть единственный момент, но. Скорее всего, в этом году вам нужно будет определиться с чем-то. Перед каким-то выбором вы будете стоять. Это может касаться карьеры, может касаться личной жизни, может касаться любой сфер жизни. Это может касаться. И вам нужно сделать правильный выбор. Причем, когда вы будете делать этот выбор, пожалуйста, полагайтесь не на разум, а полагайтесь на сердце, на свое. Потому что именно ваше сердце подскажет вам правильный выбор. И вы его сделаете. Так, теперь давайте смотреть послание для второго варианта. От высших сил отдохните. Посмотрите, какой славный здесь такой Арканчик. Вы проделали огромную работу. Пора устроить передышку и немного вздремнуть. Вам нужен отдых. Как физический, так и эмоциональный. Обратите, пожалуйста, на этот момент пристальное внимание. Вам не зря пришло именно это сообщение от высших сил. Может слишком много на себя берете, а может быть много забот было. Либо вообще эмоционально устали. Нужен передых вам какой-то отдых. Третий вариант. Синенькое сердечко. Давайте посмотрим, что уносит. Старый год. Ну вот и молодец. И пускай уносит. И никогда больше этот Аркан к вам в жизнь не приходит. И что приносит новый 2021 год в жизнь третьего варианта? Что приносит новый? Так, еще хочу посмотреть. Это старший Аркан. Угу, все поняла. Так, давайте смотреть, дорогие мои. Что уносит предыдущий год? На следующий год, кстати, на новый у вас выходят два Аркана старших. То есть следующий год для вас будет очень-очень важным. И для вас я скажу так. Есть какая-то ситуация в вашей жизни, которая выбивает вас из колеи. Это может касаться карьеры. Это может касаться отношений. Возможно, ну, ваш партнер с вами не очень хорошо обошелся. Давайте так мягко скажем. У каждого будет по-своему. Кого-то вообще тут конкретно предали. Либо это вообще Аркан врага, холода, войны, ревности. Вот таких вещей нехороших. Если со стороны, допустим, карьеры, то тоже у вас могли быть подставы. Могли быть какие-то кочки конкретные. Могли быть палки в колеса. Берите любую свою сферу жизни. И обязательно в какой-то сфере жизни у вас есть вот эта самая пятерка мечей. Эта пятерка мечей, кризисный, очень сложный Аркан. Который в вашей жизни не нужно, чтобы он присутствовал. Но он присутствовал в течение этого года. Где-то вы эту пятерку мечей переживали. И, скорее всего, по сей день еще переживаете. Потому что у нас Аркан повешенный вышел как бы, знаете, такой переходный Аркан. Между этим, то, что уходит, и то, что приходит в вашу жизнь. Так вот, смотрите. Пятерка мечей. Все эти сложные моменты, кризисы. Война, холод, предательство. Какие-то переживания, нехорошие вещи. Они все уходят в прошлое. Их забирает Старый Год. Вот, поблагодарите Старый Год, отпустите его с миром, так сказать, с добром. Пускай идет в прошлое. Но, как предупреждение, вам идет следующее. Если вы зависнете в этой энергии, энергетике пятерки мечей, тут многое зависит от вас. Если вы зависнете в ней, то какое-то время отголоски этого Аркана еще будут воздействовать и на ваше настоящее в Новом Году. Если же вы наконец-то поймете, что пора здесь историю какую-то заканчивать по Аркану Мир. То есть, для того, чтобы выйти полностью из пятерки мечей, вам нужно этот сценарий, эту историю полностью заключить. Закончить, завершить. Как только вы это сделаете, вы обновитесь и вы возродитесь к чему-то новому и прекрасному. Очень важный год для вас – возрождение. Но только от вас зависит, как быстро вы это сделаете. Либо вы, так сказать, извините, попрете сразу с начала года и выйдете из Аркана Повешенной. Либо вы весь год провисите еще в этом Аркане Повешенной, пока наконец-то к концу года оно само собой все как бы решится. Поэтому имейте в виду, что у вас шикарная энергетика идет. С завершения чего-то одного цикла и возрождения к чему-то новому и прекрасному посмотрите на этот Аркан. Поэтому не тяните, не зависайте в энергии пятерки мечей, отпускайте все, все пусть уходит в прошлое. И вас ждут прекрасные перемены и возрождения. Теперь давайте посмотрим послание для третьего варианта. От высших сил следите за мыслями. Важно, чтобы вы думали только о том, чего желаете, а не о том, чего боитесь. Это как раз четко, вот с нами так ярко и умно, мудро говорят карты Таро. Все то, что я вам сейчас сказала, в принципе, вам пришло в послание от ангелов, от высших сил. Тут даже и разбирать больше нечего, все и так понятно, да? Так, теперь давайте смотреть четвертый вариант, зеленое сердечко, что забирает этот год. Старый год что забирает, а что новый год приносит в вашу жизнь. Давайте посмотрим для четвертого варианта. Уже интересно. Что приносит, принесет. О, класс! То здесь разговор у четвертого варианта в первую очередь о материальных вещах. В этом году, скорее всего, материально вам пришлось туго. Я не могу сказать, что тут там нищета совсем какая-то. Но у кого-то прям были конкретные либо проблемы с деньгами, либо вам нужно было как-то поэкономить. Здесь именно материальная энергетика в первую очередь идет. Конечно, может идти речь и об эмоциях, и об отношениях. Что там, может быть, у вас как-то отношения не развивались. Как-то эмоционально вы себя сжато чувствовали. Ничего удивительного, в принципе, потому что карантин, сами знаете, это ситуация в мире. Она всех нас загоняла в какие-то определенные рамки. Но здесь идет речь все-таки больше о материальных вещах. Четвертый вариант. Вас ждет материальный взлет в 2021 году. Вот этот аркан прижимистости. Когда человек зажимает деньги, да, прижимает. Не тратится много. А почему не тратится? Кто-то, конечно, жадный прям конкретно. А у кого-то обстоятельства таким образом складываются в жизни, что ему приходится эти денежки как раз приберечь немножечко. Да, может быть, и немножечко. Поэтому мне показывают, что это был не самый лучший год в финансовом отношении для вас. Но Новый год вам дает нереальные просто суперперспективы на повышение вашего материального благосостояния. Вам судьба, вам вселенная даст какой-то такой шанс, золотой, драгоценный, я даже не знаю, как его назвать, выходящий вообще за пределы, так сказать, разумного. Это что-то такое, что даст вам возможность кардинально изменить финансовое положение. Кому-то даже прыгнуть из так себе очень финансового состояния на высокий прям уровень. То есть у вас будет конкретный прыжок, очень хороший рост в финансовом отношении. Может быть, конечно, у кого-то отыграется, что там купите новый дом, квартиру, либо вы живете там на съемной квартире, мечтаете о своей. Наконец-то вам судьба даст шанс улучшить свое благосостояние, что-то для себя приобрести крупное. Но в первую очередь это именно глобально имеется в виду. Что-то изменится в вашей жизни. Может быть, новую работу какую-то найдете, либо занятие по душе, миссию свою найдете. А когда человек находит свою миссию и занимается тем, не работает, а занимается в удовольствии тем, что ему действительно нравится, открываются все потоки, в том числе и финансовые. Причем этот финансовый поток может быть просто огромным, огромным. Вот, это то, что касается четвертого варианта. Замечательный просто четвертый вариант. Ну, конечно, здесь может отыграться и в эмоциональном плане, и там в плане чувствам. Судьба даст шанс на построение новых, по-настоящему полноценных отношений, очень красивых. Здесь тоже такое может быть. И давайте посмотрим послание для четвертого варианта. Позитивная энергия. Окружите себя позитивными людьми и ситуациями, стараясь избегать всякой негативности. Этот прекрасный совет я бы отнесла ко всем вариантам, но особенно он, конечно, относится к четвертому варианту, потому что только находясь на позитиве, можно действительно делать такие супер прыжки в любой сфер своей жизни. То есть расти, только общаясь с позитивными людьми, окружая себя позитивом, думая о позитивных вещах и удаляя всякий негатив. Вот такой, дорогие мои, получился сегодня расклад. Надеюсь, он вам понравился, был полезен для вас. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за хороший теплый комментарий под моим видео. Вселенная обязательно отблагодарит вас с такой же прекрасной энергетикой. Я вас всех очень люблю. Опять поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Теперь мы уже с вами встретимся только в следующем году, в 2021. Желаю, чтобы абсолютно все эти энергии в вашей жизни отыгрались, и это будет так, безусловно. И чтобы жизнь ваша была наполнена светом, добром, счастьем, любовью и, конечно, защитой и покровительством высших сил вам, мои дорогие. С наступающим Новым Годом! Счастья вам! Пока-пока! До встречи в Новом Году!